Как обойтись без новых потрясений и даже ядерной войны в Азии? Ответ на этот вопрос всю неделю ищет Дональд Трамп. Он уже успел побывать в Японии, Южной Корее и Китае. Сегодня президент США на саммите АТС во Вьетнаме. Главная тема всех переговоров, конечно, Северная Корея. Трамп призывает азиатских союзников и Пекин усилить давление на Пхеньян. Впрочем, каких-то конкретных результатов ему достичь пока не удалось. Да и вообще, новости из Турне в основном формальные. Трамп, конечно, отчитывается о заключении новых контрактов на десятки миллиардов долларов. Особенно внушительно звучат заявления из Китая. Речь идет аж о 250 миллиардах. Но на сегодняшний день еще нельзя оценить, действительно ли это конкретные договоры, либо просто декларация о намерениях. Наблюдатели ждали гораздо более серьезных новостей из Вьетнама. Здесь собрались все ключевые лидеры Азиатско-Тихоокеанского региона. В том числе и Владимир Путин, с которым у Трампа, как сообщали многие СМИ, вполне возможна встреча. Да и сам американский президент говорил, что хотел бы побеседовать с российским коллегой. Тем не менее, в итоге лидеры только обменялись рукопожатием, а переговоры не состоялись. Из Вьетнама Трамп отправится на Филиппины. Ну а в самой Америке эта турне уже стала поводом для злых шуток. Мол, президент прогуливает годовщину своего избрания. И просто старается держать хорошую мину при плохой игре за счет победных сообщений о новых многомиллиардных сделках в Азии. В США дела Трампа идут неважно. Выполнение ключевых обещаний тормозит Конгресс. Кадровый кризис так и не закончился. Рейтинг снижается. И это только за первый год. Чего ждать дальше? Ответ искал Дмитрий Анопченко. Их немного, но они все равно вышли на улицы в разных городах Америки в годовщину президентских выборов. Нью-Йорк и Лос-Анджелес, Чикаго и Вашингтон. Те же лозунги и те же аргументы, что и осенью 16-го. Честно говоря, со всем, что он делает, я никогда не могу согласиться. За год все только хуже стало. Столько проблем, которых не было бы, если бы Трамп не пришел во власть. Самое удивительное, что этим годом недоволен и сам Дональд Трамп, но только совсем по другой причине. 2016-й. Ввязавшись в выборы, но еще будучи не политиком, а бизнесменом и шоуменом, он знал наверняка. Стоит возглавить какую-либо фирму, и ты проведешь любые реформы. Разве что совет директоров ломать придется. С этими же амбициями пришел к руководству страной. Но оказалось, не все могут короли. Весь этот год, из которых Трампу власти всего-то 10 месяцев, Конгресс постоянно перетягивает одеяло на себя. И фактически ни одно из громких обещаний пока реализовать так и не дали. Два момента должны серьезно насторожить Дональда Трампа. Первые правила игры сейчас совсем другие, чем когда он был кандидатом и занимался бизнесом. И второе, та охота, которую на него развернули в поисках зарубежного влияния. И действительно насторожили. Часть начинаний, в том числе и обещанную перезагрузку с Россией, команда попросила не педалировать, мол, не время. Другую часть открыто тормозит Конгресс. И это если не брать в расчет обещания, которые изначально звучали нереально. Одно из них – Великая Мексиканская стена. 4 метра в высоту, полторы тысячи километров в длину, да еще и за счет самой Мексики. Я хочу построить стену. Нам нужна стена, пограничники, миграционная служба. Все они хотят стену. Мы остановим наркотики, мы укрепим границу. Но все, что реально смогли построить за целый год – это всего лишь несколько фрагментов в районе Сан-Диего. Да и то, для того, чтобы правильный проект выбрать, финансировать придется из своего бюджета. Еще из ключевых обещаний – остановить наплыв мигрантов. Террористические атаки на нашу страну возможны исключительно из-за прозрачной иммиграционной системы, которая не способна отобрать и проверить людей, приезжающих в США. Тогда, в 2016-м, для многих, особенно в пограничных штатах, это был серьезнейший аргумент, чтобы голосовать за Трампа. Но год спустя иммиграционный бан президента, хоть он честно и подписал указ об ограничениях для мигрантов, так и остался на бумаге. Начинание блокировали через суды. Фраза, брошенная Клинтон «Ты будешь сидеть в тюрьме» – тоже так и осталась, лишь частью предвыборной риторики. Отмена Обамы, КР, налоговая реформа – все это было ключевым для Трампа, и все зависло. Как из-за его противников, демократов, так и из-за однопартийцев, республиканцев. Успех каждого из обещаний зависит от того, сможет ли президент договориться с элитой. Год спустя стало понятно – общего языка нет. А рейтинг доверия по-прежнему низкий. Но, что удивительно, сторонники Дональда Трампа в нем так и не разочаровались. В годовщину президентских выборов авторитетное издание «Политика» провело социологический опрос среди тех, кто осенью прошлого года голосовал за Трампа. Так вот выяснилось – свыше 80% опрошенных сказали социологам, что случись выборы сегодня, они снова проголосовали бы за того же кандидата. Лишь 7% опрошенных сказали, что разочаровались в Трампе и выбрали бы другого президента. И еще одна очень важная цифра, на которую стоит обратить внимание – двое из каждых трех опрошенных признали социологам, что на выборах 2020 года они снова намерены голосовать за Дональда Трампа. В городке Клинтон, штат Арканзас, несмотря на название, за Хиллари почти никто не голосовал. Все поддержали Трампа. Тут издавна заведено – по понедельникам местные мужчины собираются, чтобы поговорить о делах и о политике. Обсуждают и президента. И то, что в Вашингтоне кажется дурным тоном, в глубинке воспринимают на ура. Он говорит, что в голову придет, и не волнуется, что его не любят, и мне это нравится. Обама напринимал когда-то дурацких правил, которые Трамп теперь отменил. Я коров каждый день выпасаю у реки, лишь теперь не боюсь, что меня копы загребут за мнимые нарушения. Клинтонцы признаются – хотели бы, чтобы перемен в стране стало больше. Но многое готовы простить Трампу хотя бы за то, что он обещает не руководить всем миром, а поставить интересы американцев на первое место. Я хочу, чтобы весь насквозь коррумпированный вашингтонский истеблишмент услышал то, что я сейчас скажу. Когда я выиграю выборы, я осушу это болото. Пока не вышло, и это, пожалуй, главное разочарование для самого президента в годовщину его победы. Страна не корпорация, и Трамп столкнулся с чудовищной нехваткой кадров. Тысячи бюрократов остались в своих кабинетах от Обамы и не спешат выполнять команды из Белого дома. Так и живут, тянут страну в разные стороны. Но времени на раскачку больше нет, ведь прошел целый год, которым недовольны ни Америка, ни человек, который ее возглавил. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Уже в понедельник в Белграде новая встреча спецпредставителя США. Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым. Это очередной раунд переговоров, которые должны приблизить решения по направлению миротворцев ООН на оккупированную часть Донбасса. Пока россияне не соглашаются с теми вариантами, которые предлагают Украина и западные страны. Впрочем, Курт Волкер считает, что сама готовность Москвы вести переговоры по этому вопросу означает, что компромиссное решение может быть найдено. И, кстати, сегодня со ссылкой на дипломатические источники в американских СМИ появились сообщения о том, что в ближайшее время американцы готовятся представить план размещения на Донбассе 20 тысяч миротворцев ООН. Что это может быть за планы? Каким может быть компромиссное решение по миротворцам? Обсудим с Павлом Климкиным, министром иностранных дел Украины. Он сегодня гость нашей программы. За что вам спасибо, Павел? Как вы думаете, чего можно ждать от встречи Волкера и Суркова? Какие-то конкретные результаты могут быть на ней достигнуты? Что касается зустищи в понеделок, то до этого я ставлюсь, скорее всего, очень обережно, если не сказать скептично. Я несколько часов назад разговаривал с Куртом, мы погодили основные параметры нашей оппозиции. У нас фактически готовый текст резолюции, наш проект. Я имею в виду наш, оскільки это и Соединенные Штаты, и Німеччина, и Франция, и работаем с Великобританией. С очень четкой логикой. И основное, конечно, это вся территория окопована, и кордон. И, конечно, безопасность до момента, когда мы можем начать подготовку до перехватного периода. С этим пока еще очень тяжело. Конечно, Россия будет дальше играться. Вы только что рассказали про саммит АТС в Ханою, где не произошла встреча между президентами США и России. По других вопросам, я думаю, что нет, что много чего обговорить. Поэтому мы будем следовательно просусти дальше. Мы знаем основные элементы нашей позиции. Мы имеем план, каким образом тиснуть дальше. Ну, а, конечно, вопросы часовых рамок будем смотреть. Вы, в принципе, уже ответили на мой следующий вопрос, но я все-таки уточню. Правильно ли я понял из вашего ответа, что информация, которая тиражировалась в СМИ, о том, что якобы Америка давит на нас, чтобы мы работали по российскому сценарию и не готовили альтернативный, это неправда? Нет, за визначением – нет. Во-первых, мы работаем за нашей логикой. У нас есть общий проект. У нас есть полная позиция, что нам нужно. Это неизнание этой российской колонии, российского протектората. Логика, что должен делать мандат. Вот на дипломатическом жаргоне – это мандат будущей миротворческой миссии, включая, конечно, контроль, включая безопасность, включая разбороны. Это география, вся территория и, конечно, кордон. Без кордона – это вообще сенсу нет. Поэтому тиск должен быть на Россию. Понятно. Хорошо. Как вы оцениваете вот эти новости о 20 тысячах миротворцев и план, который американцы могут подать в ближайшие годы? Ну, во-первых, мы разговариваем, конечно, и про количество. Разговариваем про склады. Там за визначением не может быть российских войск. Мы будем очень обережно до того подходить, чтобы и тех, кого Россия может использоваться, там за визначением не опинился. Что до количества, вот я скажу, может, такую речь контриверсийную. Это не главное. Главное – это прикрыти кордон. Это означает, что российские войска и найманцы выходят. И тогда мы визначимось, каким образом контролировать эффективную окупованную территорию. Возможно, я прослушал. Все-таки, вот информация о 20 тысячах миротворцев – это правда или нет? Слушайте, снова-таки, ну, давайте не будем заниматься спекуляциями. У нас есть план, сколько нужно, и композиция. Будем обговорювать это где-то позже. И это же зависит от того, чьи просунем мы логику этой резолюции. Раз, два, три. А потом начинаем говорить про другую. Что касается количества, что касается логики, могу сказать, что разговоры ведутся. И у нас есть четкая позиция, сколько нужно, чтобы держать весь Донбасс. В очередной раз в этой студии я должен сказать, что все-таки дипломатии вы занялись не зря в этой жизни. Або я скажу 50, потом мне не скажут, а чему ты сказав 5, а чему ты сказав 50. Тобто у нас есть план. Как тикис можно сказать и больше, обовязково скажу. Хорошо, смотрите. На следующей неделе в Украину должен приехать новый помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии Уэс Митчелл. Чего ждать от этой встречи? И вот не будет ли он заниматься теми же вопросами, что и Волкер, и не будет ли потом конфликта интересов, недопонимания какой-то пробуксовки? Не, не, совсем не. Ну, по-перше, у них есть распредел праи, если хотите. Курт и далее будет заниматься Донбассом в основном. А ВЭС будет заниматься всем комплексом украинско-американских отношений. И мы же имеем еще очень много вопросов. Мы имеем вопрос, каким образом нам дальше поддерживать реформы в Украине. Мы имеем військово-техническую співпрацию. Мы имеем безопасную співпрацию. Мы имеем очень много вопросов. Ну и, кстати, я говорил с ним минулого неделя. Это вопрос окупованного Крыма. Это вопрос о резолюции, которая будет голосовать в ближайшее время. Это очень много важных вопросов. Таким чином, между Куртом и ВЭСом никаких проблем в будущем и зараз не будет возникать. Хорошо, с этим разобрались. Давайте теперь разберемся с еще одной темой, которую точно нельзя обойти вниманием при разговоре с министром иностранных дел. Теперь и Польша в конфликте с Украиной. Эта страна присоединилась к группе других восточноевропейских государств, с которыми мы уже в ссоре. Началось все с Венгрии, нового украинского закона об образовании. Венгров не устраивает норма, которая позволяет представителям нацменьшинств учиться на родном языке только в начальных классах. Возмущение Будапешта поддержали в Румынии, Болгарии и Молдове. Следующая проблемная страна – Сербия. С ней поругались из-за высказываний украинского посла. И не то, чтобы посол делал какие-то неправдивые заявления, наоборот, даже слишком правдивые для Белграда. О том, что Сербия слишком мало усилий предпринимает, чтобы не допустить своих граждан в ряды боевиков на Донбассе. Пока Белград отозвал из Киева своего посла для консультации. И вот Польша. Тут разгорелся конфликт на исторической почве. Украинские и польские историки и политики давно обстреливают друг друга обвинениями. Поляков не устраивает большое внимание к теме УПА в нашей стране и героизации украинских националистов. А украинцы возмущены заигрыванием польских националистов с тематикой волынской резни. Дошло уже даже до того, что польские власти объявили персоной Нонграда Владимира Ветровича, директора Украинского института национальной памяти. Так получилось, что для поляков именно Ветрович олицетворяет собой новую жесткую историческую линию в Украине. Мол, на уступки идти не будем, и если поляки не хотят сотрудничать с Украинским институтом нацпамяти, то и мы сотрудничество с ними прекратим. Скандал уже вышел на такой уровень, что Петр Порошенко даже предложил провести заседание консультационного комитета президентов Украины и Польши. Продолжаем разговор с Павлом Климкиным, министром иностранных дел Украины. Павел, скажите, вот вы можете подтвердить, что директор Украинского института национальной памяти Владимир Ветрович действительно теперь не въездной в Польшу? Ну, по-перше, польская сторона нам этого не подтверждает. Мы пытались заявить в Министерстве закордонных справ Польши. Я могу сказать из своего понимания, что происходит. Польская сторона пытается рассматривать примирение, как какую-то политику. Для меня примирение, и в Святом Письме так сказано, до речи, Иоанн Павло II, который, я считаю, наверное, наиболее известная польская статья в истории, он же сказал, что извините и получите извините. Для меня примирение – это про людей, а не про политиков и про интересы. И в историческом минулом нема белых эпохнастых, знаете, и нема кого-то, кого пытаются намалювать так, как кому-то хочется в Варшаве. Такого не бывает. И, до речи, давайте сгадаем историю. Когда кто-то пытался домінувать, еще с часами 15-го, 16-го столетия, 30-е годы, кто-то обязательно выиграл третий. Я надеюсь, что в Варшаве это понимают. Конечно, есть риторика, которая сейчас звучит. Но мы поступково выйдем на понимание. Чи будет у нас спальное понимание, в этом я не уверен. В отношения будут развиваться. Польша будет остаться нашим стратегическим партнером. Но мы не можем признать, что не может быть поваги до людей. До людей, несмотря на то, что они принадлежат до такого исторического бачения, или другого исторического бачения. И мы будем защищать каждого, кто занимается примирением, включая Володимира Ветровича. Польша должна понять, что если она хочет в своей политике отойти от логики христианского примирения, христианских ценностей, то этот шлях, на самом деле, никуда не ведет. Ну вот вам вообще не кажется, в последнее время, что у нас слишком как-то скандализировались отношения с нашими соседями? Вот кто в этом виноват? Ну смотрите, список уже достаточно внушительный. Венгрия, Румыния, Польша, Сербия. Она, конечно, не член Евросоюза. Давайте не мешать грешно с праведным. По-перше, у нас нет реальных проблем с Румунией. Мы понимаем, куда мы дальше движемся, что до закону про освещение. Что до Сербии, ну, звичайно, правда, воно иногда не очень приятно, но тем не менее, есть сербские найманцы, которые воюют. И Сербия принимает делегации из окупованного Крыма. Мы должны над этим работать, но это не значит, что у нас есть какие-то проблемы в наших партнерских отношениях. Что до Угорщины, это совсем иное. Угорщина нас понимает, но не хочет нас слышать абсолютно осознанно. Выходя из своего внутреннего порядка денного. Она, на самом деле, должна быть заинтересована, чтобы мы турбовали о угорцах. И мы хотим о них турбовать. Мы должны им открыть будущее. А как без украинской м語? Как они будут вступать в украинские университеты, на государственную службу? И ты в политике? Я когда-то спросил угорского министра. Вот ты выявляешь, а какой-то министр, например, министр закордонных справ Украины, может им стать угорицем? Он говорит, что нет. Я говорю, а может быть так, чтобы у украинского гражданина, не важно, какого похода, не было шансов в жизни? Он замыслився, но не ответил. Я думаю, что Угорщина это понимает. Главное, чтобы у нас была увага. Увага к нашей истории и пониманию нашей истории. И к всему министрам, которые есть. Оскільки они есть украинскими гражданами. Не важно, какого похода. Ну что ж, хорошо. Будем надеяться, что все-таки это еще не разбитые горшки, да, со всеми этими странами. Ну, может быть, какие-то там сколы на чашках. Терпение вам и дипломатичность ее вам не занимать в вашей нелегкой работе. Спасибо. Павел Клинкин, министр иностранных дел Украины, был нашим гостем.